Демократический Трамп как лекарство от Трампа Демократический Трамп как лекарство от Трампа Владимир Миловидов о новом кандидате в президенты США Майкле Блумберге Коммерсант от 4 декабря 2019 года, 14-27 На американской политической сцене появился идеальный анти-Трамп, рискнувший бросить вызов Трампу обычному Миллиардер Майкл Блумберг может стать для демократической партии тем самым неформатным кандидатом Который или радикально перенастроит ее идеологию, или приведет к победе уже на президентских выборах 2020 года Государственный переворот Так, и никак иначе Американский президент Дональд Трамп именует процедуру импичмента, инициированную демократическим большинством в Палате представителей Американского Конгресса Он, конечно, сгущает краски, но фронтальное наступление демократов на него действительно можно сравнить с революцией Проблема в одном у этой революции нет явного лидера Набор кандидатов-демократов скорее напоминает ансамбль персонажей, где каждый играет в свою дуду и тянет одеяло на себя Казалось бы, все должно расставить на место общественное мнение зачастую пусть и кривое, но все же зеркало политической реальности Но в США все сложилось иначе Своеобразным олицетворением всех противоречий и сложностей антитрамповской революции стал один кандидат Майкл Блумберг Словно сам сотканный из противоречий и сложностей Антитрамповская революция пассионарна, и сам Блумберг пассионарен В отличие от идеализированной либо радикальной пассионарности Элизабет Уоррен или Берни Сандерса Пассионарность Блумберга деятельная, в определенном роде созидательная, созвучная американской мечте Рожденной и сформулированной такими же, как и он, пассионариями-отцами-основателями Соединенных Штатов Его пассионарность – это не просто заклинание о всеобщем медицинском обеспечении, потенциально стоящем триллионы долларов и вряд ли возможном в остающейся капиталистической до мозга костей большинства населения Америки Как Майкл Блумберг собрался в президенты США Блумберг может побеждать, доказывая живучесть базовых ценностей американского капитализма За 10 лет поднявшись с должности простого клерка, ведущего по счет документарных облигаций в хранилище банка Solomon Brothers До уровня генерального партнера этой компании одного из символов Уолл-стрит Он преодолел горечь от увольнения и эффективно использовал часть своего 10-миллионного парашюта, чтобы создать фирму, без продуктов Которой сегодня не обходится ни один финансовый институт мира Бывший финансист и прогрессивен, и консервативен одновременно, что выгодно отличает его от остальных кандидатов Антитрамповская революция не подчиняется никаким правилам, не подчиняется им и Блумберг В отличие от громкоголосых радикалов от демократической партии он не просто способен менять правила игры под себя, он их менял Отбыв два срока мэром Нью-Йорка и нацелившись на третий, он воспользовался сложной ситуацией, сложившейся в крупнейшем мировом финансовом центре в результате кризиса 2008 года И добился решения городского совета, отменившего ограничения на переизбрание мэра более двух раз В результате он находился в власти не 8, а 12 лет Этой практичности и хорошо просчитанной радикальности не хватает его конкурентам от демократической партии В этом он очень похож на Трампа Американская антитрамповская революция беспринципно-беспринципиный Блумберг Будучи последовательным сторонником демократической партии, мэром Нью-Йорка он стал, перейдя под знамена республиканцев Причем, важную роль в его продвижении и победе сыграл нынешний советник Трампа и его адвокат Рудольф Джулиани, который также был мэром Нью-Йорка Причем в один из самых драматических периодов его истории в сентябре 2001 года Никто из демократических кандидатов не может похвастаться такими перевоплощениями Почему Белый дом не хочет даже слушать про импичмент? Теперь Блумбергу вновь выгодно быть членом демократической партии Среди республиканцев, которые более чем на 90% солидаризировались с Трампом, ему рассчитывать ни на что Так было и в 2001 году, когда кандидаты-демократы боролись за выдвижение на должность нью-йоркского градоначальника и Блумберг решился на обходной маневр Он гибок и способен на нестандартные шаги Он не держится за условности, навязываемые устоявшимися правилами и рамками Кто еще способен на такое из числа известных кандидатов-демократов? Пожалуй, никто Почти каждый из них раб своей однажды выбранной роли, а в нынешней ситуации подобный консерватизм означает потерю шансов на победу Все это говорит в пользу Блумберга как потенциального соперника Трампа от демократической партии Он быстро набирает голоса сторонников, хотя их пока существенно меньше, чем у того же Байдена А вот поддержка Уолин и Лиссандерса со стороны электората, похоже, ослабевает Но сможет ли он довести антитрамповскую революцию до конца? Он может перехватить лидерство и у лево-радикалов, и у Байдена Но революция, как известно, пожирает своих детей Ей на смену зачастую приходит контрреволюция Блумберг может стать такой контрреволюционной силой в стане демократов и тем самым не усилить, а ослабит революционный запал антитрамповского наступления У Орин и Сандерс по сионарии радикалы левого толка, явно выпадающие из привычной американской системы ценностей Даже несмотря на то, что она динамично меняется за счет молодежи и мигрантов Они хороши как оппоненты действующей власти, но как государственные деятели, практики могут оказаться недееспособными Иллюзии, красиво звучащие с трибун, легко оборачиваются экономическим кошмаром Поэтому вряд ли их совокупный избирательный рейтинг поднимется до той отметки, которая позволит им бороться за номинацию единого партийного кандидата Элизабет Уоррен потеснила Джо Байдена с позиции фаворита президентской гонки у демократов Скорее всего на эту роль претендует Джо Байден, занимающий центристскую позицию Однако ныне центризм может быть равносилен без ликости, бесцветности и бесперспективности, преступной в политизированном и поляризованном американском обществе Каждый процентный пункт поддержки свыше 30-35% голосов избирателей будет даваться Байдену все сложнее Впрочем, вполне возможно, что им было бы выгоднее вывести на политический ринг против Трампа именно Блумберга Битва двух миллиардеров, пассионариев, прагматиков и однозначно сильных личностей могла бы стать увлекательной схваткой Так говорил основатель Блюмберг и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг читать далее